Продолжение следует... Так, знак Квен. И давайте усилим меч. Кстати, почему я усилил именно серебряный, сейчас вы поймете. Шала тут наколдовала тварь, которая называется голем. Он как-то от того голема, которого мы с вами уже встречали, достаточно сильно отличается. Сложность, боюсь, какая, ну просто тупо избегать его. Потому что он сбегает как подорванный. И от его прямых атак нужно ворачиваться, в таком случае получим понаглый мир. И достаточно неплохо получим. Так, и забыл сказать. На самом деле, когда наш Квен действует, то энергия для применения знаков не восстанавливается. К сожалению, так что вот. Здесь Квен, в принципе-то и не нужен ни разу. Не надо его ставить. Он просто берет изнотердом, магическую ловушку, ловит эту гадюну, по-моему. И лучше с его со спиной. Ну, если не получил со спиной, можно сбоку или... Ну, лучше сбоку, конечно. Атакуем серебряным мечом. Техника силовая, естественно. Вот, видите. Один удар, и здоровье с него, как Миккера, чуть не вырубил. Ну, ладно. Понаглую злофейну. Заметьте, не всегда он, когда попадается в ловушку, оказывается парализован. Так, как будто бы сейчас порог. Получи, прошусь, про анатол. Все. Так, трофей элементальный. Ну, что-то немного из него выпало. Трофей элементальный придется, видимо, продать, потому что... Ну, нафиг такой нужен. Дополнительный урон от знаков. Никакой брони. Так. Вот, как видите, кредвинские солдаты ломятся. Ну, до них мы не доберемся нифига. Ладно, что-то снимем. Ну, это посмотрим. Двери, куда кроли ломился. Почти ничего нет. Так. Ксали, это... Наверх. Какие-то вот раз по лестнице. Солдаты все там стоят, но их никак не привлечешь, и бомбы до них хрен добрызгут. Сейчас на это попробую. Не попалось, все равно не получилось, ладно. Давайте зайдем в жилище Филиппа. Так, ну что мы здесь видим? Как я и говорил, сало просто убежало. Нормально. Кто-то такой красивый нарисовался с личной охраной. Так, чуть-чуть забегая вперед, нам придется выбирать грохнуть хенкента или оставить его в живот. Скажу сразу, я его грохнул. Ты и так не выпустишь меня отсюда живой. Вернее, позволил это сделать грохэ. И вот по поводу концовочек. Сейчас, секундочку. очень осторожно с этими ребятами. Первыми двумя. Мечами крутят как менее. Лучше всего, конечно, опять применять тактику ирдена и удары. Можно еще бомбы вместо кидать. По поводу концовок. Вообще, официально этих концовок и нас. И все они зависят от того, как вы повели себя в игре. Там есть несколько ключевых моментов. Один из этих моментов. Это как раз убить его. Позволить ли его убить. Кенсельте. Или же оставить его в живых. От этого будет зависеть концовок. То есть, у нас концовок охренеть. Ну, я так думаю, что там различные вариации. Скорее всего, у концовок не более чем 4-5. Да, заметил. Тем, как мячом махает, как заведенный. А что меня здесь спасает, это то, что примет, скорее всего, вот эти тремутагены. Ну и плюс то, что это средний уровень сложности. Мячом ты махать умеешь? Хоть один достойный противник. Ты выиграл битву. В чем тут фишка? Фишка в том, что, по ходу разговора с Хенсельтом, мы понимаем, что так как он уже захватил верхний айдерн, то есть, он контролирует долину понтара, понтара вернее, извините, то он стал реальным хиром. И нильфгарцы боятся кунте его. И заставит убивать других. По идее, если мы его остальные живы, отбил. Слёба, а не убийцы и насильники. Да. Петушил в синюю полоску. И что ты мне сделаешь? Угадай. И просто в 3 главе, там, не посмеете. Я король Хейдвена. Ключевая разлика. Из меня Север не выстоит. Я победил. Путь Рошей. Знаете, почему я так спешил с битвой? Кого спасти? Трис Мерри Гольд или же Должен был успеть до Лог Муини. Девочку, которая Девочки бастарбит. Дочку дожди. Короля Фонкоста. Что будет в Лог Муини? Потом уже там Новый порядок во всем мире. Новые границы. Все изменится. Они будут решать, что делать, что делать, что делать. Знаете, такую поговорю. Долго рассказывать, потом определюсь. Вы сейчас запутаетесь. Тем более. Так вот смотрите. Чародеи будут нам объяснять. Это вообще их идея. Они собрались. Будут все это. Капитуры моё. А я прикрою. Место в общество. Бред какой-то. Но я их всех провел. Я всё провел. Рыбку съел. Я покажу где их место. Ты приказал убить моих людей. И ответишь за это. Конечно, я приказал их убить. А что вы делаете со шпионами в Тимерии? Раздаёте им награды? Никто из повешенных не состоял в заговоре. Только я. Не знаю. Лес Рубен с щепки летят. В моём представлении герой. Пустыхил бы так отдал бы. Хенсель Томмер. Передание Раши. То, что благодаря мне Гэдвен будет сильнее, чем когда-либо прежде. Идиот. Я последний Владыка Севера, с которым считается Нильгард. И будет считаться. Ну, мы с вами увидим. Трепутерского стоит появляться. Ну, последний контрольный вопрос. Убийство и насилие ты тоже отнесёшь? Ну, это уже переполнишь. Сейчас у моего терпения. Каждая девка мечтает о том, чтобы её трахнул король. Обьянка? Она тебе пожаловалась? Я-то думал, ей понравилось. Пищала девка как несмазанная ось. Пацан подписался бессмертный приговор. Я оставлю вас наедине. Несмазанная ось. Смешно. Очень смешно. Вы не посмеете. Хватит разговоров. Пора заняться делом. И на такой оптимистической ноте заканчивается глава была. Игры Ведьмак 2. Убийцы королей. Смотрим последний диалог. И бокс меня попросит ставить второй игролюбий. Инсультик. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.